здравствуйте друзья отправляюсь с утречка на работу сегодня я даже немножко пораньше чем обычно потому что в 930 у меня там в скайпе конференция там по некоторым вопросам нашей жизни не связанным со школой а в 10 утра значит через полчаса начинается урок это первый урок в новой группе full time группа full time где-то вот 9 10 недель у нас проходит ну там 185 часов по 20 неделю на плюс минус не плюс не минус а плюс значит там тесты всякие они сдают в общем где-то вот 9 10 недель и вот новая группа значит вот та в которой у нас занималась известная блогерша наталья квик так группа уже закончилась и вот начинается вместо нее новое я соответственно при параде первый урок я всегда веду во всех новых группах так что мне надо даже говорят что вот я когда вот так говорю первый урок веду только я там так красивую картинку такую рисую а потом значит вот картинка не такая красивая конечно потом хуже все потому что заниматься надо заниматься надо и вот эта часть как бы мне часто к то что вот за проблем такая заниматься не знаю ну проблема проблема и вот потом уже эти все-таки это будни наступают нехорошие и тут не сделал там не сделал на урок пришел а ничего не понимаешь потому что домашнее задание не выполнял в общем так вот короче я сейчас буду объяснять правила игры и что надо заниматься мы специально сделали выходной в среду вообще раньше у нас fulltime занимался 5 дней в неделю соответственно это быстрее все происходило и мы подумали что они не успевают просто у них физически нет сил позаниматься потому что до трех часов в школе но когда ну там покушать там себя прийти ну когда и мы сказали хорошо один день в неделю будет выходной вот среда и очень многие это воспринимают не как день самоподготовки а как выходной там отдохнуть прийти в себя но может быть и прийти в себя тоже надо я не знаю если как бы все остальное время люди интенсивно занимать мы снова несмотря на усилия какие-то специально предпринимаемые оказались ситуации когда мы не очень знаем сколько народу вообще прибудет то есть они регистрируются в онлайне мы понимаем что в этом есть некоторый элемент сказать ну предварительности что ли не окончательности поэтому мы там с ними списываемся возможности созваниваемся в общем трудно сказать поглядим вот я сейчас еду и не знаю честно вот пометятся они в классную комнату или нет значит если нет надо либо разбивать их на две группы вот либо всю группу смотря сколько их если они помещаются в другой класс у нас есть побольше класс тогда надо будет их в класс побольше но после того как закончится первая смена в три часа то есть можно будет допустим с 3 до 7 там держать по 4 часа в общем вести занятия это это очень интересный вопрос на который мы получим сегодня ответ пока что у меня его нету зато я заметил что в основном приезжают парни вот если так у нас в целом девочек процентов то наверное 85 в классах которые full time которые съезжаются из разных мест ну может быть половину наполовину вот то сейчас я смотрю одни парни так как бы такой спецназ прям натуральный но посмотрим посмотрим так что у нас прибывает больше народу для интервью для разговоров о жизни кто откуда взялся как получилось чего он себе думает и какие-то такие истории я всегда как бы таким нетерпением ожидаю прибытия новых людей потому что вот я вам покажу многие только сниматься не хотят в силу разных причин некоторые там никому не сказали не хотят чтобы это выплыло там что-то такое преждевременно другие просто стеснительные я хочу сказать что статистически статистически люди которые снимаются у нас на видео некоторые просто легко снимаются некоторые там с некоторой борьбой но потом как-то и отпускает их и они снимаются эти люди в целом более успешные в трудоустройстве мне даже говорили что это вот потому что вы им потом больше внимания уделять это не не поэтому а потому что они вкладываются больше понимаете они берут на себя больше то есть они говорят я не боюсь выйти и сказать потому что я отвечаю потому что я определился потому что у меня другого пути нет и я значит что бы то ни было я дойду до конца пойти вот это вот состояние она помогает двигаться дальше значит если чекает чертю знает а вдруг не получится я уже засветился и вот это вот вдруг не получится она уже там заложено и она оттуда его начинает потом доставать а бывает и ничего тоже бывают просто люди не хотят всего каких-то причин муж сказал там я не знаю еще черт бывает бывает абсолютно успешные замечательные совершенно мальчики девочки которые ну как-то вот сниматься не хотят ну поскольку народу много обязательно кто-то появится я я рассчитывал из предыдущей группы гораздо больше поснимать но они что-то так найти уклоняются уклоняются вот я тут одну обихаживал и там типа пытался склонить к тому чтобы она поучаствовала в наших видео вот и так как-то я с той стороны и с этой стороны и говорю и почему это я говорю так получается что как вот симпатичная девушка так сразу замужем вот и так ну как-то вывожу на разговор какой-то такой чтобы симпатичная надо к людям она говорит так а потому замужем быть что симпатичная к это на и все ну вот ведь как бывает бывает я тоже не могу слишком это сильно там как-то давить потому что у всех людей своя жизнь и свои обстоятельства и как бы не мое дело мое дело предложить к вот а бывает там один снялся или там одна девочка снялась другая гать я тоже снимусь мальчики охотнее снимаются у мальчиков меньше проблем дальше что очень интересно наблюдать когда новые ребята приходят а мы сейчас забрали с практики известную блогершу уронившую телефон наталью квик с тем чтобы последние пару недель что она здесь находится погонять ее на прохождение интервью пришли уже скоро возвращаться вот и не удалось договориться чтобы она была там порт-тайм то есть как бы мы говорим давайте она вас будет там три дня в неделю они говорят нет ну нет и нет значит мы это совсем забираем и вот с понедельничка ну да она уже в понедельник здесь была она приболела немножко у него голос потерялся что такое там простыла ну в общем вот будем наталью полировать с точки зрения интервью ведь как с утра трафика больше медленнее движется все и очень интересно наблюдать как ребята приезжают вчера был такой день такой заезд знаете там человек десято там возникло и и и они вдруг это наталью нашу узнают и вид ой там когда можно с вами сфотографироваться вот давайте я сейчас жену вызову на skype я покажу вас жене там и еще что-то такое вот очень очень интересно так вот наталья естественно друзья естественно она купается вот в этом внимании узнавании там и так далее на так вот конечно разрешает с ней сняться то вот к сожалению нельзя автографы не ни на чем такому электронном оставлять нам с удовольствием оставляла автографе мы бы все с удовольствием оставляли автографы такая история значит что еще сказать большой труд за этим за всем стоит когда люди учатся у нас большой труд и это не только труд связанные с тем что вот вы физически допустим находитесь в школе выходите на занятия вы потом после занятий занимаетесь и так далее большой труд состоит в том что вы как-то вырываете себя из привычных обстоятельств вы приезжаете вот эта группа конкретно она вся сформирована из людей при приезжих поэтому эти группы очень успешны потому что те кто перешагнул через такое как собраться значит там мы и и поехать пойти это и по деньгам дороже стоит потому что они должны не просто учиться они должны еще как-то над водом жить это еще связано с тем что ну как бы многие из них оставили работу которая у них там была и приехали сюда и они в это время не работают они не зарабатывают ничего не тратят деньги сбережение тратить поэтому это уже народ такой я не хочу сказать отчаянный но боевой боевой в основном в основном боевой я хочу сказать что когда я смотрю на молодежь современную я не имею ввиду ну нашу искать иммигрантскую тогда есть одна вещичка которая сильно напрягает я хочу сказать вот они могут сидеть в классе они так привыкли к этим своим девайсом они могут сидеть в классе и все время на девайсах то есть они абсолютно утратили способность слушать внимательно участвовать в каком-то процессе и так далее они абсолютно исключены вот как аутичные люди знаете они это в своем там мире он вроде физически есть но он не с тобой я хочу сказать что так нельзя ты пришел куда-то да или ты соответствуешь требованиям или ты не соответствуешь у нас требование такое достал девайс иди в коридор тут ты не можешь сидеть в классе с девайсом и не только потому что ты сам отклекся а потому что люди вокруг тебя видит вот это все и у них возникает ощущение что они попали в сортир в какой-то они не в учебное заведение где решаются жизненные вопросы нет у нас нет сортира если ты думаешь что это сортир то понятно что с тобой дальше будет поэтому пришел значит занимаешься у меня некоторое время занимает привить элементарные правила поведения вот допустим не пользование вот этой вот дрянью во время занятий так машину поставить там где от места для парковки они там тебе где тебе захотелось у нас все-таки много народу в относительно небольшом помещении поэтому у нас там есть кухонька и и мы покупаем тоннами чай кофе кривер такое молоко сухое если там кто то с кофе пьет очень много сюда плюс на студент приносит торты печенье там я не знаю кто чего у нас все вот в этом мы говорим ребята значит либо на кухне либо взял и пошел на улицу но ты не можешь в классе с этим сидеть ты не можешь ходить там вот в этом холли потому что этот чисто вопрос статистический то есть сколько народу пострадает из какой чистотой это будет происходить что твой кофе на них прольется и так далее разрешается в бутылочках вот из под нас бутылочка закрывается крышечка ну пожалуйста можешь у нас есть система японская делает воду замечательную значит и пожалуйста приди с бутылочки набери водички вот и пей на здоровье как бы это очень здорово когда люди водичку попивают но не из открытой посуды которая значит на клавиатуру на одежду и так далее поэтому вот такие вещи до курение это как бы особая статья сейчас буду втолковать значит помимо того что это в целом как бы не соответствует так вообще принятому поведению инженер здесь не курят инженеры вот электрончики не курят там компьютерчики не курят в целом но это антисоциальный характер приобретает потому что от них разит этим запахом и плюс еще есть такой аспект что плаза большая на которой мы находимся там четыре здания но у нас в школе народу наверное не меньше чем вот во всех этих четырех зданиях вместе взятых находится поэтому если что-то где-то окурки грязь я не знаю что кто-то там гонит быстро едет там по этой парковке с улицы заезжает там скорость поприличней по правилам штата калифорния на парковке можно ездить со скоростью не превышающей 5 миль в час это не 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 правило нашей плазы и не города лос-алтас это как бы общекалифорнийская я думаю что во всей стране так на в основном но короче с улицы чек едет там 25-30 миль раз и поэтому каждый раз когда что-то происходит значит каждый раз это как бы мы виноваты в туалете грязно там бумажка лежит это мы я извиняюсь если не спущена или там набрызгана это тоже мы у нас есть фулл-тайм вот представьте себе значит я плачу за фулл-тайм человека менеджмент компания наняла женщину мексиканочку с потрясающей совершенно тетка на сказать очень очень классно симпатично и так же лет не знаю там 45 и вот она целый день это ее фулл-тайм работа она за нами значит занимается туалетами там она занимается бумажками она протирает ручки на двери дать там есть свои стандарты и свои правила там специальные химсоставы это все расписано регламентировано со страшной силы дай бог не знать и вот она там протирает ручки там на туалетах один пришел у него может руки грязные или с микробами или там или что-то она протирает там тут зеркальце там значит там умывальнички тут значит туалетики ей на целый день хватает работы вот поэтому что тут скажешь вот мы как бы боремся за самые самые простые вещи и я я бы лучше чем техническое знаете ой да значит итак первая проблема это вот это как бы социально не приспособленные люди многие многие я не хочу сказать что это каждый но но много и мальчики хуже чем девочки в этом смысле следующий момент это когда люди не могут слушать у них я не знаю я диагнозы ставить не могу не обладаю квалификацией но вот они допустим ты рассказываешь что то вчера у меня был эпизод вот там женщина там пять или шесть интервью уже не может пройти на интерншип не то что там куда-то мы ее посылали почему умнючая и значит вот эта история расскажи о себе там да я начинаю София мне говорит вот Миша скажи ей как надо рассказывать я начинаю ей рассказывать и она не слышит вообще ничего то есть мало того что она меня перебивает после того как я первое предложение еще не закончил она меня перебивает и начинает говорить что она вот это уже сказал при том что она не знает что я хотел сказать но не слышит не слышит не хотят слышать у них свои какие-то мысли и они упираются во все проблемы мыслимые или немыслимые потому что мы же не находимся в условиях такого общего рынка общего такого проживания в стране или там в Кремниевой долине у нас у нас тропа партизанская мы идем по ней там след в след там шаг влево там эти горилла файтеры там с автоматами там шаг вправо там тигр на тебя прыгнул это джунгли ну я условно картинку рисую идешь там за инструктором инструктор я я говорю значит здесь наступил вот так след след вот сюда наступил сюда наступил сюда наступил сюда наступил пригнулся Regular Чехни привык смотреть куда он наступает когда он не привык пригнуться если там допустим ветк или там дырнуть в окоп когда стрельба идет так же что ж будет дальше он народ они не понимают специфичной ситуации ее как бы уникальность И дело не в этом Это никто не понимает Со стороны это понятно Но ты уже не со стороны, ты же внутри Тебе же объясняют, как работает Ты понимаешь, что у тебя тонкая Филигранная работа идет Ты выходишь на рынок И либо ты знаешь, что ты делаешь Или ты не знаешь, что ты делаешь То же самое, я не знаю Такие есть дела простые Кажется, да, простые Ну там, акциями Пупил акции, продал акции Или вот этот Mutual Fund Я видел, не видел, читал Как Роберт Киесаки Обхихикивал Вот эту идею Mutual Fund Он говорит, что, совместные фонды Он говорит, смотри, что делают Они говорят, поскольку мы неграмотные Поскольку мы не знаем, то мы сейчас Риски будем, значит, усреднять И как бы понижать Ну, тем самым понижая прибыль Будущее Потому что мы не знаем Да, вот мы сейчас из разных компаний Тут соберем в один пул И вот будем там, значит, торговать Он говорит, так разве так деньги делаются? Он говорит, деньги делаются Когда ты знаешь И когда ты из этих, там, 20 компаний Взял вот эти две и заработал Или там на недвижимости Там и так далее То есть Точно так же, как зарабатывают на рынке Те, кто тонко знают, что они делают А не те, кто пришел Просто деньги всюду разложил Вот они сейчас заработают Нет То же самое и в нашем деле Ты приходишь Либо ты тонко знаешь, что ты делаешь Либо ты вот так Веером Ну, веером, ну что же Тут много желающих Веером Вот И ты как бы от них уже не отличаешься Поэтому Я говорил много раз И Я повторюсь, что Вот эта способность человека быть ведомым Это какой-то особый талант И я Я очень ценю это Потому что у меня самого нет такого таланта К сожалению Я Несколько раз в жизни У меня были там рядом со мной такие гуру Я потом только понял Я во молодости, что я там понимал Но Вот потом И я думаю, боже Просто это учителя там всей жизни И Да В 15 лет я занимался В 15-16 лет я занимался борьбой с самбо И вел Секцию И вел Харлампев Анатолий Аркадьевич Создатель борьбы с самбо То есть Я сейчас просто У меня как-то Взрыв мозга Когда я думаю, боже Я вот с ним Значит Да Там Два раза в неделю Ну Что теперь Скажешь Значит Ну не понимал Мальчишка был Казалось Все, знаете Так Как бы тебе положено Вроде Ну а что Это Что особенного Ну Харлампев Да Вот Еще были случаи Потом уже в студенческие годы Но К чему я говорю Вот эта способность Значит Как бы Сказать Я Я в системе Я Значит Следую правилам Я Значит Мне говорят Я иду Все мои силы Идут не на то Чтобы срезать углы Понимаете Наш Наш Много поколений Генофонд Понимаете Формировался За счет того Что мы срезали Увиливали Отлынивали Где-то прятались Ну я так Имею ввиду Так сказать Наследие Рабства Крепостнической системы Вот этой вот Там Тоталитарной Угнетения Советской То же самое Отлынить Отвалить Понимаете Откосить И вот А тут не получается Тут уже все углы срезаны Для вас И надо просто следовать И соответствовать Начнешь Отрезать что-нибудь Добром не кончится В общем Такая вот история Я что рассказываю Говорят что я Как бы Недоинформирую массы О том Какие там трудности Ну вот такие трудности Мне кажется Я все время Об одном и том же Говорю Но Это мой фокус Вот я сейчас иду В класс И это мой фокус Я спрашиваю себя Вот Что я должен донести Обязательно И там Неоднократно Может быть повторить И так далее Вот это То есть Настрой правильный Дать И дальше его поддерживать Поддерживать сложно Вот Так что Прибыли И Вперед На новые подвиги Счастливо Счастливо